Все последнее время, с момента выхода Лиги Справедливости Зака Снайдера, мы с вами наблюдаем в режиме реалити-шоу за увлекательным и интригующим развитием событий в киновселенной DC. То, как большие боссы самолично стараются задавить детища Снайдера даже себе в убыток, ну а, например, Дуэйн Джонсон, о котором мы упоминали только вчера, напротив, изо всех сил пытается стать у них на пути, и пока суть до дела, за кулисами уже в попыхах готовится обновленная Лига Справедливости, короче, полный хаос и неразбериха, но, судя по всему, поклонники Снайдер Верса таки могут праздновать свою первую победу. Всем привет, с вами Юту, и мы начинаем. Итак, в чем же дело? А дело в том, что, как мы рассказывали в начале этой недели, дабы окончательно поставить точку в вопросе Снайдер Верса и полностью перекрыть ему кислород, боссы DC и студии Warner Bros. решили в попыхах состряпать обновленную Лигу Справедливости, само собой, даже и без намека на вселенную Снайдера или на прежних участников Старой Лиги. Конечно, все это в перспективе должно привести просто к полному хаосу, так как тот же Flash, выпуск которого ожидается в ближайшее время, явно относится к временной шкале Снайдера, хотя именно при помощи данного героя, возможно, и будут предприниматься попытки все перезагрузить. Потом Aquaman, вторая часть которого выходит в 22-м, это тоже явно участник прежней Лиги. В Shazam были отсылки на Снайдеровский таймлайн, не говоря уже о Черном Адаме, которого Дуэйн Джонсон намерен делать в 100% соответствии с линией Зака Снайдера. И получается резонный вопрос, а собственно, как при подобном раскладе DC собрались полностью перезагружать свою киновселенную? Не знаю, есть ли у Киноделов ответ на этот вопрос, но, как я понимаю, ненависть к Заку Снайдеру все равно у них берет верх над здравым смыслом. Или точнее будет сказать брала верх, и тут самое интересное. Уверен, данная новость обрадует очень многих. Хотя даже она не приведет вас в такой восторг, как предложение от Skillbox, образовательной платформы, которой доверяют более 150 тысяч студентов по всему миру. Ведь сейчас Skillbox предлагает вам освоить увлекательную и востребованную профессию художника компьютерной графики, чтобы создавать в дальнейшем графику для игры, рекламы и даже кино. Причем сам курс более чем обширный, длится он аж целый год, но при этом самое классное, что первый платеж можно сделать только с 7 месяца обучения, то есть учишься сейчас, а платишь потом. Плюс к 7 месяцу многие студенты уже берут реальные заказы, которые с легкостью покроют плату за обучение. К тому же по окончанию курса у вас будет сильное портфолио из 8 работ, сделанное под присмотром преподавателей из крупных компаний, Creative People, Mondlich Studios и других. В конце обучения Skillbox не отпускает вас в свободное плавание, а помогает с трудоустройством. Доступ к программе вы получаете навсегда, а для тех, кто оставит заявку по ссылке в описании до конца апреля, действует скидка 40%. Так что вперед к новым возможностям, ссылки в описании. Так вот, мы о хороших новостях, потому что Майки Саттан из Gecko City, который в последние недели просто засыпает нас инсайдами по киновселенной DC, на этот раз поделился очень интригующей и многообещающей новостью. А именно, что после колоссального натиска поклонников Зака Снайдера, которые уже несколько раз выводили хэштег о возобновлении Снайдерверса в топ Твиттера, и вообще более чем активно пытаются отстоять своих любимцев, так вот, с одной стороны многомиллионная армия поклонников Снайдера, а с другой, видимо, отчаянные старания Дуэна Джонсона, который вот уже третью неделю к ряду всеми возможными способами пытается продавить большое руководство и заставить его изменить вердикт, так вот, все это вместе, кажется, дает первые плоды. По крайней мере, по сообщениям Майки Саттана, теперь боссы DC уже не так категоричны, и они как минимум рассматривают в данное время возможность сосуществования лиги Снайдера и обновленной лиги Джей Джей Абрамса, цитирую. Сейчас рассматривается сценарий, в котором Снайдер Верс может существовать одновременно с театральными проектами Джей Джей Абрамса, говорит инсайдер из Gecko City. То есть выходит, что, вероятно, DC просто-напросто по неволе-таки окончательно перейдет на свою мультивселенную, о которой мы уже так долго слышим. А это означает, что персонажи Снайдера и совершенно новые герои Джей Абрамса, а также его версии прежних участников лиги, такие как обновленный темнокожий Супермен и так далее, все же смогут как-то существовать. Как это может быть реализовано на практике? Честно говоря, у меня в данное время четкого ответа нет. Безусловно, подобные шаги приведут к неминуемой путанице и сложным хитросплетениям, но при этом, что уже само по себе радует и внушает оптимизм, что, как и в случае с Лигой Справедливости Зака Снайдера, которую за три года, но все же сумели продавить фанаты DC, теперь еще усилив свой натиск, видимо, зрители таки смогут добиться своего и со Снайдер Версом, плюс имея таких союзников, как Скала, что, конечно, тоже дорогого стоит. Так что, возможно, шампанское пока что открывать и рановато, но свет в конце тоннеля уже однозначно зажегся. Ну а пока в DC происходят все эти изменения, зрители решили еще усилить свой натиск, требуя от кинодела фильм для Бена Аффлека и его Бэтмена. Как вы знаете, Брюс Вейн в исполнении актера должен засветиться в будущем Флаше, но, скорее всего, то появление станет для него последним. И вот теперь Твиттер с жаром напирает на руководство DC с требованиями дать Аффлеку возможность снять еще как минимум один фильм. Ну а хэштег MakeBatFlickMovie в последние дни вырывается в мировые тренды. Не знаю, конечно, изменит ли это хоть как-то ситуацию, все-таки Бен Аффлек это еще один союзник Зака Снайдера, а значит в DC его уж точно не жалуют, но в конце концов, как мы видим, мнение аудитории все-таки в некоторых вопросах имеет вес, и возможно сейчас руководство студии таки даст возможность Бену Аффлеку уйти красиво. Произойдет это или нет, мы точно не знаем, но обязательно будем следить, так что подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы оставаться в курсе самых свежих изменений. А также пишите ваши комментарии и не забудьте поставить палец вверх. Спасибо всем, кто был с нами, пока-пока.